Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я являюсь контактёром с внеземными цивилизациями. Сейчас рядом с нами находится представитель планеты Ислер Митт Гаскаус в астральном теле. Он готов ответить на ряд вопросов. Добрый день, меня зовут Иван Иктал. Я занимаюсь психологией, энергетикой и работаю с подсознанием людей. Мы встретились с Ириной, чтобы пообщаться и в том числе задать вопросы представителям другой цивилизации. Вот интересный вопрос. Структура духовного мира. Так, если можно вкратце, что из себя представляет духовный мир и какова его структура? Духовный мир — это, в нашем понимании, это тот мир, где живут невоплощённые духи. Он разделён на три основных области. Это то, что вы называете астральным миром. Это первая, это самая ближайшая к материальному миру часть духовного мира, которая предназначена в основном для посещения духов, временно покинувших материальное тело, которые живут в облащении. Астральный мир, в свою очередь, разделён на семь подуровней или семь этажей, как его ещё называют, которые отличаются друг от друга по уровню чувств и мыслей, которые отвечают всеми вашим... Да, это астральный мир, который вокруг Земли, вокруг своей планеты. Вокруг каждой планеты он по-своему устроен. Вокруг Земли он разделён на семь этажей, которые соответствуют вибрациям основных семи энергоцентров человека. Далее, значит, следующий мир после астрального, после самого высшего этажа астрального мира, и не то, что выше, просто другой по вибрациям, существует следующая область духовного мира, которую мы называем мир невоплощённых духов. Эта область, в отличие от астрала, едина для всей Вселенной, то есть в ней живут духи, воплощающиеся везде, и в тонкоматериальных мирах, и в плотноматериальных мирах, то есть гуманоидные миры, и плазмоидные миры. На этих уровнях живут все, кто здесь воплощается во Вселенной в данный момент её существования, в данное время её существования. Он, в свою очередь, разделён на 24 уровня. У каждого уровня есть свои характеристики, вибрационные характеристики, характеристики мыслей и чувств духов, там пребывающих, и для каждого уровня существует своя работа, свои задачи, которые дух должен выполнять, приходя туда, как взамен той энергии, которую он будет получать для своего существования. То есть астральный мир — это тоже часть духовного мира? Астральный мир — это часть духовного мира, это самое близкое к материальному. Хорошо, понятно. По вибрациям, да. По вибрациям, да, понятно. Следующие, значит, это 24 уровня. С первого по шестой занимают низковибрационные… Эти уровни занимают низковибрационные духи, которых на Земле обычно называют демонами, бесами и другими тёмными духами. Почему их называют тёмными? Потому что в них они не осознают собственный свет. Они считают его за тьму. То есть они не верят в себя, как в часть Бога, как в часть всеобщей энергии. То есть они не занимаются созидательной деятельностью, можно так сказать? Они не занимаются созидательной деятельностью, и они занимаются разрушением того, что создали, либо они сами в прошлом, если это обычно… Мы называем это процесс деградации. Да, понятно. С высшего уровня дух опускается на низ, деградирует. И занимаются разрушением того, что создали другие духи для каких-то своих целей. Обычно это не причина всего этого, обычно в неправильном понимании вообще, что такое созидательная цель, что такое разрушительная. В неправильном понимании справедливости, любви и других основополагающих фундаментальных понятий. Так, это с первого по шестой уровни. Да. В седьмой и восьмой уровни занимают специальные уровни, они не относятся ни к демонам, ни к средним духам, они занимают особое положение, потому что в них живут духи, которые имели очень много воплощений в плазмоидных мирах, именно в духах плазмоидных, которые отвечают за стихии и за те или иные места природы. Обычно это планеты, то есть это не просто которые имели там много воплощений, но для которых эти воплощения имели особый смысл, то есть они видят Бога, они видят свет, они видят любовь только в проявлениях природы, так скажем, то есть не в людях, не в каких-то... То есть можно сказать, что у них нет прямого контакта с Богом, с Творцом? Да, у них нет прямого контакта с Богом, Творцом, ну естественно они сами могут считать иначе, но дело в том, что для них свет, энергия Бога проявляется через материю, они могут материю считать, ну вечной например, то есть придавать ей атрибуты Бога, то есть имея воплощение именно в плазмоидных мирах, в тонкоматериальных мирах, там где хоть тонкая, то что мы называем тонкой материей, это в понимании вашей земной физики различные виды энергии. То есть энергетические миры. Энергетические миры, да. То есть хоть это и тонкая, но материя. При этом многие из них они могут считать себя и даже не материи, они могут считать себя духом, но тем не менее они, ну то есть они считают себя настолько отличными своей мирой, они считают настолько отличными от плотно-материальных тел, что они могут называть себя и духами. Но где они воплощены, это все равно хоть тонко-материально, но все же это материя, то есть они воплощены все равно. Воплощаются там очень-очень многие из нас, но на седьмой-восьмой уровни попадают те, для кого эти воплощения имеют большой смысл, кто туда стремится постоянно. Вот такие вот духи попадают на седьмой-восьмой уровень. С девятого по шестнадцатый это уровень, ну мы, у нас есть специальный термин, но на русский можно перевести как средние духи, то есть это занимающие серединное положение, они промежуточное положение занимают между миром разрушения и между миром созидания, между миром материального потребления и между миром материального созидания. То есть они, их там с девятого по шестнадцатый включительно и от уровня к уровню растет осознанность в понимании того, что… И растет созидательная составляющая, как я понимаю. Да, растет осознанность в понимании того, что все духи воплощаются здесь, чтобы созидать, чтобы приносить добро и так далее. Но в отличие от тех духов, что будут дали, они обычно обращены внимание на материальный мир, но не на его разрушение, а на его познание, на потребление различных благ здесь существующих, но на потребление, а не на разрушение других. То есть вот такая вот разница. Просто на удовлетворение своих текущих нужд. Но при этом не занимаясь потреблением и удовлетворением своих чувств, не занимаясь этим за счет других. Проще говоря, они сами зарабатывают себе на потребление. И они познают мир сначала на девятом, десятом уровне через ощущения, то есть через ощущение тела, через вкус, через запах, то есть через какие-то удовольствия. Но при этом эти удовольствия, когда они ищут эти удовольствия, они могут при этом действительно и забывать и о Боге, и о духовном развитии. Но что важно, здесь уже эволюционное развитие состоит в том, что они хоть и не забывают о Боге, но при этом они все же понимают, что нельзя этого делать за счет других. В отличие от тех, кто живет с первого по шестой уже стремятся к удовольствиям, но они не придерживаются никаких принципов совести или какого-то страдания в этих вопросах. С девятого по шестнадцатого, примерно с девятого по двенадцатого идут уровни материального потребления, потом идут уровни материального познания, то есть там цель, например, четырнадцатого уровня – это уже познание материального мира, и именно не просто материального мира, можно ли что делать или нельзя, а познание его законов, как он устроен. Потом там пятнадцатый уровень – это уровень, когда человек не просто познает, а творит идеи, которые улучшают в чем-то материальный мир, то есть они как бы созидатели вообще считаются. Вот шестнадцатый уровень – переходный, он сложный очень. В том, что шестнадцатый уровень – это переход в мир, который будет следующим, то есть на следующий уровень. – это уровень называется духовный искатель, он в отличие от всех остальных, хоть он и остается в мире вот этого материального, ну, в среднем, но у него уже зарождается желание познавать духовный мир, то есть у него уже есть понятие о том, что не все так просто устроено, что не только существует материя, что существуют духовные миры, и он занимается тем, что познает различные духовные учения, например. И он очень сложный в прохождении, потому что, проходя его, можно либо упасть, потому что человек может попасть в какое-то там фанатичное религиозное течение, например, которое вызовет в нем не желание развиваться, а лишь ненависть к накомыслящим, что не будет способствовать его прогрессу никак, наоборот, падением. Либо он найдет созидательные духовные учения, которые позволят ему очиститься от всех негативных установок, от эмоций, которые они порождают, и тогда он пойдет выше. Главное, в шестнадцатом уровне они обычно могут, так сказать, ходить по многим религиозным течениям, по группам, искать свое, и долго не находить какого-то удовлетворения, искание, ну так он называется, искатель. Но если он найдет то, что близко к его душе, если это отзовется в нем светом, то он может резко повысить свой уровень, то есть уже уйти на другой. Далее идут уровни, которые можно назвать на вашем русском языке мир ангелов. То есть это с семнадцатого по двадцать четвертый. И самое принципиальное отличие этого мира от миров других состоит в том, что там живут духи, которые уже осознали себя как дух, а не как тело. То есть как именно. То есть больше осознают духовную составляющую. Да, они больше осознают духовную составляющую, и от уровня к уровню в них растет осознанность того, для чего они рождены. В них растет желание бескорыстно служить, то есть служить Богу, служить ближним. То есть они могут даже совсем забывать о себе, например. Полностью отдавая все свои силы, все свои ресурсы, материальные, нематериальные. Отдавая на благо других. Конечно в том понимании, как они это благо понимают. Но тем не менее у них уже, раз они попали на этот уровень, у них уже нет мотива, ну не было в том воплощении, когда они попали на него. У них уже не было мотива как-то, не то чтобы получать удовольствие за счет других, а у них даже не было мотива как-то материально служить материей, так скажем. Они понимали, что в материальном мире они воплотились для опознания Бога, для опознания духовного пути, и они понимали, что без этого опознания все материальное накопление бессмысленно. То есть обычно это выражается в словах, что какая польза, если накопить какие-то богатства или получить какие-то удовольствия, но человек все равно умрет и несовершенствовав себя, пойдет в духовный мир. То есть можно сказать, что они ценят духовное больше, чем материальное. Да, у них приоритет, приоритет у них, да. Приоритет больше смещен в сторону духовного, чем в сторону материального. Да, приоритет у них больше смещен в сторону духовного. И с 17 по 24 уровни там растет осознанность, то есть там ангелы природы там 17 уровень, потом там 18 ангелы-хранители и так далее и тому подобное. И чем выше поднимается дух по уровням, тем больше он получает возможностей для влияния на жизненный путь других духов. В принципе там 22-й, 23-й и так далее, 24-й – это духи, которым поручено уже следить, например, подбирать воплощение других, то есть учить других, быть наставниками. Но естественно, что большие возможности предполагают и больше ответственность, то есть с этих уровней легко и упасть вниз, если… Если что-то делаешь не так и ошибаешься. Ошибаешься, да. Хорошо. А такой вопрос, с каких уровней, духи с каких уровней воплощаются в людей на земле? Со всех. Со всех, то есть с первого по 24-й. То есть человек при воплощении может, дух человека быть с самого разного уровня. Да, с первого по 24-й. С первого по 24-й. А какие духи с каких уровней преимущественно воплощаются на земле в настоящее время? Сейчас ваша планета проходит цикл развития, исторического цикла, исторического развития, в котором доля духов с первых 12 уровней превышает долю воплощающихся духов с последних 12 уровней. То есть если 24 уровня разделить на два, то есть первые 12 отнести к миру материального потребления и остальные 12 к миру материального созидания, то доля воплощаемых духов вот последние лет 25 земных на земле была, примерно 73 процента воплощались с уровня с первого по 12-й. И 27 процентов воплощались с уровней с 12-й по, ну этот показатель каждый год он там колеблется, ну я говорю в среднем. Да, в среднем понятно. Да. Воплощались 27 процентов с уровней с 12-й по 24-й. Но в последнее время этот показатель имеет тенденцию к увеличению воплощающихся духов с высших уровней. Потому что… Да, сейчас… Да, с чем связано вот это изменение? Межзвездный союз проводит специальную работу по очищению ноу-сферы Земли от негативных мыслеформ, от негативных эгрегориальных структур для того, чтобы чистые вибрации, которые привлекают свет или… которые излучают свет и любовь, чтобы они привлекли на воплощение духов в высших уровней. Все-таки Межзвездный союз решил именно таким образом помогать вашей цивилизации, вашим общественным эволюционным развития, для того, чтобы вы не проходили так долго и тяжело тот путь развития, который свойственен многим цивилизациям, войны, разложения и моральная деградация властных структур и так далее. Да, понятно, хорошо. То есть в разные эпохи, так сказать, разные духи воплощаются на Земле с разных уровней. То есть это показательно варьируется? Варьируется, да. Что происходит с душой после смерти? Если говорить о землянине, срок его жизни уже определен до воплощения. Ну, он, естественно, изменяем в зависимости от прохождения уроков на Земле. То есть он может быть как продлен, так и сокращен. В зависимости от того, насколько он деградирует или совершенствуется. Но, тем не менее, о сроке его окончательного отделения от физического тела, если оно естественное, то есть оно не вызвано насильственным путем, становится известно заранее в духовном мире. И в материальный мир, незадолго до смерти физического тела человека приходят, так называемые, духи-проводники, которые с 21 уровня. Это ангелы-проводники они еще называются. Их задача – проводить душу человека, отделившуюся от тела, в духовный мир. Проводить его через астрал и далее на тот уровень, которого она достигла. При жизни. При жизни, да. Обычная практика состоит в том, что духи-проводники один или двое, ну, это в зависимости от той души, которая покидает тело, она по-разному может относиться к смерти, но один или двое обычно приходят в материальный мир и ждут отделения души, не находясь непосредственно возле физического тела. Так что даже если возле умирающего физически никого нет, в духовном мире его всегда ждут. Те высокие духи, которые всегда готовы помочь в случае чего. И даже если умирает, даже если умирает человек, который деградировал, например, до уровня демона, то есть он там будет относиться к уровню с 1 по 6, все равно его придут встретить. Ну, естественно, могут прийти и те демоны, которые ему помогли деградировать, то есть они тоже могут прийти к саму другу. Тем не менее, всегда присутствуют и духи проводники. Хорошо. И когда душа отделяется окончательно от тела, духи проводники ее встречают и она там может находиться в разном состоянии, естественно, в зависимости от отношения к смерти, насколько человек подготовлен. Дело в том, что когда душа выходит из тела, ее мыслеформы начинают формировать вокруг нее, так сказать, окружающую реальность. Потому что мысли, они начинают формировать астральный образ. И она может начать видеть, например, своих умерших родных или еще что-то, духи проводники. Они обращаются к душе и если они видят, что душа их не воспринимает, они могут принять образ, близкий, так сказать. Да, чтобы и проводить все-таки душу на тот уровень, успокоить ее, сказать, что ничего особенного не происходит. Проводить ее на тот уровень духовного мира, которого она достигла. Если это уровень с 1 по 21, они ее проводят. только на 21 уровень, а дальше она пойдет сама. Потому что нельзя подняться духу, который находится на каком-то уровне, нельзя подняться выше, пока он сам не достигнет. Выше своего уровня. Да. Нельзя подняться выше своего уровня, пока его не достигнет именно в материальном мире. А спуститься ниже? А спуститься ниже может. Любой дух с высокого уровня может спуститься на более низкий уровень в духовном мире? Может. Только для него это будет связано с понижением его вибраций и с той борьбой, что низший уровень обычно выталкивает дух. Незовместимые вибрации. Удерживаться, да. Удерживаться там может быть тяжело. Может быть тяжело, да, именно. И тяжело находиться просто по вибрациям в низких вибрациях. Но все-таки это возможно. Понятно. Ну, с временным понижением своих вибраций. Да. И как только душу проводили на тот духовный уровень, где она находится, там ей объясняют правила, то есть как она может там жить, чем она может заниматься. И изначально душа, покинувшая тело, имеет все-таки жизненную силу, которую она взяла. То есть до ваших примерно сорока дней после смерти душа душа, дух соединен с жизненной силой. То есть есть еще остатки жизненной силы? Она постепенно, эта жизненная сила у нее рассеивается. Обычно через несколько дней, через это всегда, конечно, индивидуально, но средний срок от трех до семи дней земных после отделения окончательного от тела, во-первых, сразу прерывается нить жизненной силы. То есть вернуться в тело невозможно. Обычно через несколько, в течение часа после смерти нить жизненной силы обрывается. То есть канал поступления жизненной силы обрывается. Да. И с этого момента начинается разложение тех веществ, которые были в теле, то есть те микробы, которые были в теле, они раскладывают это тело на элементы. Это с той целью, чтобы эти молекулы, эти атомы поступили в окружающую среду для дальнейшего строительства. В дальнейшем именно из обрыва жизненной нити душа не может вернуться больше в физическое тело. Хотя иногда и люди боятся, когда смерти, они пытаются это сделать, то есть они пытаются вернуться, но это невозможно. То есть душа может хотеть вернуться в тело обратно. Да. Туда, где привычнее, да? Да. Да. Она может пытаться вернуться, она может, если там этим образом родственники окружают, которых ей жалоба, например, которые еще и не хотят ее отпускать. Хорошо. А вот да, что происходит, если, допустим, душа очень хочет вернуться, родственники, значит, очень страдают, допустим, по этому человеку умершему и что в данном случае происходит с душой? Если родственники очень страдают, то они выделяют вот этими страданиями, то есть эмоциями вот этими, эмоциями горя, эмоциями желанием ее видеть и так далее, эмоциями непринятия вот этой вот ее смерти, то они, эти эмоции, естественно, все эмоции уходят в духовный мир. И они, раз они сами живы, эти эмоции, то эти эмоции подкреплены, заряжены жизненной силой. Их жизненной силой. Их жизненной силой. Их жизненной силой. Ага, да. Их жизненной силой. То есть эмоции, заряженные жизненной силой, они идут к этой душе. И здесь уже зависит от эволюционного уровня самой души. То есть если она может принять это как свою подпитку, то есть свою пищу, то есть на эмоциональном уровне это будет видеть так, что ей нравится, что они так думают, что они вспоминают, и она начнёт, например, хотеть продолжение. Это подпитка жизненной силы, тем более она будет её терять с каждым днём, и примерно на 40-й день, это очень индивидуально всё, но примерно, то есть в среднем, на 40-й день душа уже полностью растрачивает свою жизненную силу и становится духом. То есть получается, что на 40-й день примерно душа полностью теряет свою собственную жизненную силу, но если есть родственники, которые готовы своей жизненной силой поделиться с этой душой через свои страдания, переживания и всё прочее, то они начинают создавать вот этот канал подпитки этой души своей жизненной силой. Да, они начинают, а так как, да, они начинают создавать этот канал, всё правильно, и если тут всё зависит от развития самой души, от её отношения к этой ситуации. Готова ли она принимать этот канал, и на нём и питаться этим дальше? Да, готова ли она, если она готова принимать этот канал, она может даже в дальнейшем провоцировать на мысли о себе, она может приходить в астралии к ним, через сон и так далее. То есть как-то провоцировать на дальнейшие действия, и от этого она будет… Дело в том, что… Почему она так может захотеть? Дело в том, что жизнь духа без жизненной силы, она неестественна. То есть всё-таки дух, ему комфортнее находиться в окружении жизненной силы. И тогда получается такое явление, что душа застревает в астральном мире и не уходит в духовный мир. Она может жить и в духовном мире, но она будет часто посещать астральный. Часто будет посещать астральный. И это подпитка. И так далее. То есть ей могут только предложить, объяснив все, как есть. Но если она при этом отказывается, она может остаться застрять в астральном мире и подпитываться жизненной энергией своих родственников. Да, но ангелопроводники время от времени все же могут, конечно же, появляться. И они, скорее всего, будут это делать. Они будут, скорее всего, появляться перед этой душой. Они будут ей объяснять последствия такого поведения, что она может деградировать и так далее. Просто я в своей практике часто встречал такие ситуации, когда души застревают и начинают, условно говоря, жить рядом с родственниками, питаясь таким образом их энергией и только истощая людей. Но тут единственный выход будет, чтобы уже она пошла дальше и развивалась. Тут уже единственный будет способ помочь этой душе. Тут уже будет перекрытие этого канала, потому что иначе можно просто своей жизненной силой окончательно настроить ее на паразитизм. Да, на паразитическое использование чужой жизненной энергии. А в дальнейшем, когда эта же связь не может существовать, всегда, потому что либо родственники, они могут заболеть от этого, потому что у них теряется жизненная сила, либо они все-таки займутся своими делами и все-таки забудут об этой душе. И в дальнейшем ей будет непросто перестроить вот этот вот свой внутренний сценарий. То есть она должна будет работать потом в воплощении. И если вам по-настоящему жалко своих ушедших родственников, то вы не должны способствовать деградации их. То есть вы должны как-то, если уже это произошло, и вы чувствуете, что этот канал создался, нужно его перекрывать, потому что вы так будете способствовать, наоборот, развитию души. Она пойдет тогда дальше и будет решать свои проблемы. Ну, перекрывать канал значит переставать страдать, осознавать, что страдания бессмысленные, переставать страдать, переставать генерировать негативные привязки, негативные эмоции, вот тут все эти негативные связи в виде страданий по ушедшей душе, по ушедшему человеку. Дело в том, что там может быть боль по ушедшей душе, это создает канал, и еще может создавать еще даже сильнее канал какие-то негативные чувства, там обида на эту душу, то есть это тоже может подпитывать. Любые негативные эмоции устанавливают такие негативные связи, негативные каналы. Я встречал даже ситуации, когда это происходит даже в следующих воплощениях человека. Ну вот такие кармические связи. Да, когда уже в следующем воплощении человека он продолжает подпитывать какую-то душу, с которой он установил связь когда-то ранее. Даже такие вещи. Ну вот, чтобы этого не было, на самом деле это негативные связи, они мешают развитию и той души, которая привязана. И одной души, и второй души. Да, понятно. Хорошо, да. Еще такой вопрос. Есть ли у всех людей духовные наставники? Конечно, и у всех есть духовные наставники. Хотя бы в том смысле, что перед воплощением сюда на землю каждый из вас обязательно встречался с консультантами духовного мира хотя бы один раз, потому что без подбора условий и места воплощения вас бы просто не воплотили. А в процессе жизни, в процессе воплощения? Обычно, вообще по правилам духовного мира те консультанты, что помогали подбирать, так скажем, помогали подбирать условия воплощения. Они это делали не, можно сказать, не один день. Это все рассчитывается. Это все рассчитывается через различные символи и знаки. То есть, чтобы соответствовали знаки, например, гороскопа, нумерологического какого-то расчета. То есть, все это создано астрологи, нумерологические системы. Они созданы не для того, чтобы влиять на воплощенный дух, а чтобы показывать, так сказать, посвященных в это людям, кто именно воплотился. И, естественно, ангелы-консультанты, зная все это, зная все эти символы, зная их значения, они подбирают и в том числе с учетом этих параметров, чтобы показать другим через символ, кто воплотился и с какими целями и задачами. И плюс подбирают условия для воплощения для того, чтобы с учетом его индивидуальных качеств, которые он наработал за все предыдущие воплощения, чтобы он развивался. То есть, рос в любви, в принятии, в смирении, в терпении. Он сам смотрит, что у него не хватает, так скажем, роста, и подбирает ему соответствующие условия. И это дело не одного дня и даже часто не одного месяца. Дух встречается обычно, то есть, к консультантам приходит. Потом консультанты могут его позвать, объясняют ему эти условия, то есть, они с ним беседуют, они становятся с ним духовными его наставниками. То есть, в процессе воплощения продолжается это общение с наставниками? Да, в процессе воплощения. Дело в том, что перед воплощением, это довольно серьезный шаг, то есть, во-первых, ему предлагают несколько вариантов. Не один ему предлагает несколько вариантов. И сам дух, он знакомит с этими вариантами. То есть, он с чем знакомится? Где он родится? Кто будут его родители? Какие его цели и задачи? И он знакомится, сколько он проживет обязательно. То есть, это как ему подобрали консультант. Как я уже сказала, это изменяемо все. Сколько он проживет и от какой причины погибнет. Все это будет рассказано ему. И если у него будет вопрос, почему так, ему покажут причины этого в предыдущих воплощениях. Хорошо, да. И в процессе жизни, естественно, консультанты готовы общаться с душой, если она осознает, во-первых, связь со своим духом, с тем, как раз, что мы называем, со всей частью своего духа. То есть, не с тем осознанием, не только с тем сознанием, которое сейчас существует в нем, через материальный мозг, который проявляется, а с той частью духа, которая осталась в духовном мире. То есть, которое называете «высшее я». Которое называется «высшим я». Да. То есть, если человек идет по пути духовной эволюции, если он постепенно начинает осознавать себя в духовном мире, если начинает общаться с этой своей частью, то через эту свою часть он начинает общаться и со своим наставником. Если у него есть такие потребности и есть такое желание. То есть, они не откажут. Они придут и… Ну, то есть, они не всегда, так сказать, не всегда рядом с человеком? Нет, они находят… Они, во-первых, даже могут быть сами в воплощении уже. Могут быть сами в воплощении. В воплощении они могут заниматься вообще другими душами, но даже если… Дело в том, что даже если они будут, например, в воплощении, если эти именно консультанты будут в воплощении, а человек обратится в этот центр консультирования, уже находясь в воплощении, то там ответит ему вот тот наставник, тот консультант, который познакомится, так сказать, с его историей, и они там все готовы ответить. То есть, он познакомится, и просто он ответит, что тот сейчас занят, он не обязательно может сказать что в воплощении, он просто говорит, он занят, он сейчас занимается своим развитием. И я тебе, я меня зовут так, то я готов тебе ответить и быть твоим. Да. То есть, эта связь с наставником происходит только по запросу самого человека? Обычно да, так и происходит, потому что в тех случаях, когда требуется обычно наставничество, но это опять зависит от целей воплощения. Если цель воплощения предполагает какие-то действия духовной практики, то есть, консультанты могут и сами прийти, то есть, во сне, в каких-то измененных состояниях сознания они могут появиться и просто наставлять на путь. То есть, может быть инициатива с их стороны. Может быть инициатива с их стороны, но они всегда будут рассчитывать… Они всегда будут… Не рассчитывать, они всегда будут… Учитывать… Готов человек, взаимодействовать с ними? Они будут учитывать его возможную реакцию. Да, понятно. То есть готов человек, так сказать, принимать их помощь или не готов? Да, то есть они об этом тоже, не просто так все это происходит, они не думают об этом, как появится.